Многие сотрудники, работающие в офисе, крайне недовольны своей работой. Но вот что они скажут, если им предложат провести небольшой ремонт БелАЗа? Сложно поверить в то, что такой груз способен транспортировать один человек без всяких грузовых автомобилей. Но это действительно возможно. А когда в срочном порядке нужно накачать колесо крупной техники, а в вашем распоряжении лишь ручной насос, как поступите вы? Привет, с вами канал Фактория. Как вы думаете, каким образом доставляют стройматериал в горы, куда нет проезда транспорту? Ну, примерно как-то так. Если у вас боязнь высоты, то лучше, конечно, выбрать офис. Так выглядят нелегкие трудовые будни добытчиков нефти. Да уж, действительно грязная работенка. Но мужчин это никак не смущает, и они спокойно ведут беседу. Спешу разочаровать тех, кто думает, что работать на корабле – это круто, ведь ты остаешься наедине с океаном и путешествиями. Во время шторма все романтические мысли куда-то исчезают. Когда слышишь, что кто-то работает мойщиком окон, то, скорее всего, посчитай, что работенка-то не самая трудная. Но что, если представить, будто вас отправили мыть окна какого-нибудь небоскреба? Но еще тяжелее приходится ребятам, которые ремонтируют линии высоковольтных проводов. Вот вам пример того, как это происходит в Китае. Только взгляните на эту высоту! Стать чистильщиком канализации в Индии никто из офисных сотрудников бы точно не согласился. Они даже не надевают никакой специальной одежды. По-моему, эта фотография способна передавать запахи. Еще одна команда корабля во время шторма. В этот раз они рискуют столкнуться с более крупным судном, но за счет слаженности можно избежать подобного исхода. Для того, чтобы продемонстрировать работу в тяжелых условиях, достаточно показать фотографию с рабочими шахт. Это не только грязная и опасная работенка, но еще и очень жаркая. Работать на корабле безумно тяжело. И вот очередное тому подтверждение. И вы после этого еще жалуетесь на то, что приходится чистить машину от снега, чтобы добраться до вашего бизнес-центра. Разнорабочие – это люди, которые постоянно сталкиваются с физическими нагрузками. Но в некоторых странах они способны на удивительные вещи. Насколько ж крепкие у них шеи! Существует такая работа, как сплав леса по рекам. И вот вам снимок того, как это происходит в суровых сибирских условиях. Присылайте по ссылкам в описании фотографии своей нелегкой работы. Когда идешь учиться на ветеринара, думаешь, что в дальнейшем твоя жизнь будет связана с миленькими зверюшками. И точно никак не можешь ожидать, что рано или поздно тебе придется исполнять такое. Вы думаете, что распутывать наушники – это просто невыносимое занятие? Тогда представьте, каково приходится электрикам, которых отправляют исправить неполадки на таких объектах. Основная задача этого парня – кататься на неисправных аттракционах, чтобы определить, в чем заключаются проблемы. Тот случай, когда работа в парке развлечений превращается в худшую работу в мире. Бригада электриков, весь рабочий день которых проходит в подвешенном состоянии. Даже Человек-паук на такое не способен. Вот где настоящие герои, которые борются за свет в вашем доме. После таких снимков работа в офисе не кажется такой уж скучной, не правда ли? Как он вообще может что-то делать в воде, в которой совсем ничего не видно? Недавно мне пришлось вскрыть цистерну с асфальтом. До этого на мне был ярко-желтый костюм. Рассказывает парень, работе которого очень тяжело позавидовать. Курьером тоже бывает не сладко. К одному заказу был добавлен следующий комментарий. По указанному адресу находится морг. Бояться не надо, там тоже работают люди. Этого парня ждало фиаско во время того, как он перемещал поддоны с молоком. Теперь это все придется убирать, еще и из зарплаты вычтут. Зато сделал крутое селфи. Очередной пример того, что не каждую работу с животными назовешь работой мечты. Например, потому что в твои обязанности входит ожидать, пока слон сходит в туалет. В некоторых странах популярен общественный транспорт, который передвигается за счет труда одного лишь человека. Это называется рикша. Ребята способны перевозить сразу несколько человек. Случай, когда важно, чтобы у тебя был глаз-алмаз. Только здесь работа совсем не с мелкими деталями. Буксировка огромных яхт через городские реки действительно дело тонкое. Этому парню надо также быть предельно аккуратным. Посудомойщикам в ресторанах и так приходится непросто. А вот когда повара решили затеять генеральную уборку, то вообще возникает резкое желание уволиться. И вновь вернемся к работе на высоте. Ребята, благодаря которым в зимнее время крыши наших домов остаются чистыми, должны быть крайне аккуратными, ведь там очень скользко. Особенно поражаешься тем, кто работает без страховки. Мало кто задумывается, что биотуалеты, которые разбросаны по общественным местам города, приходится чистить таким же людям, как и мы. И лицо этого парня прекрасно передает, каково это. Про этого человека так и хочется сказать, что он одарен суперсилой. Здесь вы можете увидеть страшный сон человека, который болен клаустрофобией. Самое интересное, что ему потом еще и как-то выбираться этим же путем нужно. Согласитесь, нужно обладать огромным запасом смелости, чтобы решиться забраться на такую высоченную лестницу. А потом еще и балансируя, как-то стены красить. Глядя на это со стороны, даже сложно поверить в то, что туда действительно сможет поместиться взрослый мужчина. И все же некоторым это приходится делать, чтобы заработать себе на жизнь. Смотрю я на этот снимок и думаю, что на его месте я бы кормил крокодила с расстояния пары метров. Но никак не свесившись через забор всем туловищем! Бразильские ученые предлагают себя в качестве приманки комарам, которые переносят малярию, чтобы лучше изучить это заболевание. На что не пойдешь ради науки! Есть такая профессия – арборист. Задача этих ребят – поэтапно спиливать деревья, начиная с самой верхушки. Их вызывают в тех случаях, когда спиленное обычным способом дерево может упасть на какой-нибудь объект. Когда любуешься прекрасной архитектурой, тебе и в голову не приходит, что кому-то регулярно нужно забираться на такую высоту, чтобы сохранить этот красивый внешний вид. Один из минусов быть строителем – ты случайно можешь провалиться на этаж пониже. И даже если это произойдет не полностью, приятного в этом все равно будет мало. Каждый из нас ежедневно сталкивается с уличными фонарями. А теперь взгляните, какие порой приходится возводить конструкции, чтобы заменить перегоревшую лампу. Работать в карьере на огромной технике – это значит работать с грузами просто невероятных размеров. И когда все выходит из-под контроля, происходит нечто подобное. Я уверен, что никто из вас не представлял, что при помощи одного лишь велосипеда можно перевезти такую кучу кирпичей. Перед вами дайвер-ремонтник, который погрузился сюда, чтобы произвести ремонт канализационного сооружения. Дело происходит в Австралии. Ну, у него хотя бы костюм есть, в отличие от ребят из Индии. Вы знаете, что такое сюрстреминг? Это шведский национальный продукт, представляющий собой квашеную сельдь. И запах это блюдо имеет просто невероятно отвратительное. С таким лицом работают ребята на производстве сюрстреминга. Еще одна ситуация, которая вышла из-под контроля. Водитель крана точно не ожидал, что его будет поджидать такое на работе. Сотрудникам супермаркетов тоже иногда хочется посочувствовать. Стеллаж не выдержал, и весь товар посыпался на пол. А потом кому-то все это пришлось разбирать и выставлять заново. Насмотришься фильмов про пустыню, и на каждом пляже тебя будет преследовать страх зыбучих песков. Этому парню не посчастливилось столкнуться с ними во время работы на экскаваторе. А такое может произойти с теми, кто работает на грузовиках. Всегда главное грамотно рассчитывать то, какой вес твое транспортное средство может перевозить. Промоутеры – те ребята, чья работа зачастую остается и вовсе незамеченной. Но эти слова точно не про него. Вы представьте, каково это целыми днями расхаживать по кладбищу в костюме надгробия. Добыча серы – тоже нелегкое дело. В Индонезии ее добывают из вулкана Кава-Иджен. А местные рабочие ходят без каких-либо костюмов и масок. А ведь запах серы не самый приятный. Репортерам также порой приходится сталкиваться с трудностями. Девушка решила взять интервью у спортсмена, которого товарищи по команде хотели облить в честь победы, но немного промахнулись. Знаете, как выглядит разочарование в жизни? Ну, вот как-то так. Даже не представляю, о чем в первую очередь подумал водитель грузовика, перевозившего куриные яйца, когда автомобиль перевернулся. Не все посетители магазинов ведут себя цивилизованно. Поэтому частенько в конце рабочего дня продавцы сталкиваются с такой картиной. Думаю, этот мужчина пожалел, что в этот день он вышел на работу. Если бы он знал, что день закончится таким образом, то определенно решил бы остаться дома. А пока на этом все. Подписывайся на канал и присылай мне свои интересные фото. Все ссылки... Да, в описании, как и всегда.